Трудно посчитать, сколько человеческих жизней было спасено благодаря дефибриллятору. Сегодня этот переносной аппарат есть в каждом автомобиле скорой помощи, но путь к его созданию был долог и тернист. Дефибриллятор, с помощью которого можно запустить остановившееся человеческое сердце, имеет самую долгую биографию в истории медицинских приборов. Только в 20 веке, обобщив данные, полученные в результате экспериментов, удалось воплотить теорию в жизнь. Появление первого дефибриллятора зафиксировано с точностью до дня. Это произошло 16 июля 1774 года. Житель лондонского района Сохо, мистер Сквайрс, был увлечен исследованием электричества. В тот день он стал свидетелем трагедии. Из окна соседнего дома на каменную мостовую выпала трехлетняя Катарина Гринхилл. Уже спустя несколько минут на месте происшествия оказался местной аптекой. Осмотрев девочку, он только развел руками, мол, сделать ничего нельзя. И тут Сквайрс попросил убитых горем родителей разрешить ему попробовать вернуть ребенка к жизни. Получив согласие, он быстро принес из своей квартиры лейденские банки и оголенным проводом, подсоединенным к конденсатору, стал касаться различных систем тела Катарины. Нитевидный пульс появился через 20 минут после того, как электроды коснулись грудной клетки. А еще через несколько минут девочка с трудом, но задышала. Еще через несколько дней она была здорова. Еще одно официально зафиксированное свидетельство появилось год спустя. Ветеринарный врач из Дании Петер Абельдгадт описал свои эксперименты, в которых он током умершлял куриц, а потом возвращал их к жизни, нанося повторные удары в области грудной клетки. Если для эксперимента несколько раз использовался один объект, то на несколько дней птица входила в состояние ступора, отказываясь от корма, но потом приходила в нормальное состояние и, как ни в чем не бывало, продолжала нести яйца. Эти эксперименты заинтересовали британского врача Чарльза Кайта, которого можно считать одним из отцов реанимологии. Эскулаб использовал различные способы для возвращения к жизни внезапно умерших людей. Искусственное дыхание, согревание, растирание, введение паров лекарственных препаратов, раздражение дыхательных путей табачным экстрактом. Но все эти методы оказались неэффективными. Лишь использование гибких электродов, соединенных с лейденскими банками, смогло стимулировать сокращение сердечной мышцы. За это исследование Кейт был награжден серебряной медалью Лондонского королевского гуманитарного общества. Однако в медицинском мире его труды оказались невостребованными, поскольку возвращение к жизни скоропостижно скончавшихся больных тогда добиться не удалось. Даже спустя 100 лет, в 1899 году, профессор биохимии и физиологии Жан-Луи Прево и Фредерик Баттели могли предложить мировому научному сообществу только теорию дефибрилляции. Первый удачный эксперимент провел американский хирург Клод Бек в 1947 году. Ему удалось запустить сердце пациента, остановившееся во время операции. Правда, имелись существенные недостатки. Во-первых, такой электрошок можно было проводить только на открытом сердце. А во-вторых, громоздкая аппаратура работала от переменного тока. Последний недостаток в 1950 году устранил канадский инженер Джонс Хоббс, создав генератор, питающийся от бытовой электросети. Обобщив опыт своих коллег, самый значительный вклад в развитие дефибрилляции внес американский врач Пол Морис Зол. Родился он в 1911 году в Бостоне. После окончания Гарварда работал в медицинской школе, при этом учебном заведении. Впоследствии, возглавив кардиологическую клинику, Зол вплотную занялся направлением под названием коронарная ангиография, метод рентгеновского исследования сосудов сердца. А параллельно с медицинской практикой работал на создание кардиостимулятора, который по своему принципу работы, контакт с сердцем, посредством электрических импульсов схож с дефибриллятором. Главная заслуга Зола заключается в том, что вместе с инженерами ему удалось создать аппарат, посылающий импульсы с поверхности грудной клетки, не вскрывая ее. Вплоть до своей смерти в 1999 году профессор занимался усовершенствованием свое детище. В частности, его разработки помогли созданию переносного дефибриллятора, первая модель которого, питающаяся от конденсатора и весившая около 17 килограммов, появилась в 1962 году. Статья, подготовленная Леонидом Лужковым, публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.